Доброго времени суток, сеньоры! В этом видео поговорим об операции Эдлборо, а если точнее, о действиях американских частей. С 3 по 5 ноября 1966 года, во время битвы при Дао Киенге, когда операция могла закончиться для них в тяжелом поражении. Данное сражение являлось одним из первых настолько напряженных столкновений в истории американской интервенции в Вьетнаме. По историографии данного боя не так, чтобы сильно густо, в основном потому, что последующие боевые действия быстро превзошли по накалу событий эту операцию. Тем не менее, источники есть, и ролик в основном базируется на следующих из них. Первый – это книга Самуэля Маршалла «Амбуш. Засада», начальная часть которой посвящена непосредственно боевым действиям с 3 по 5 ноября. Хотя книга достаточно фрагментарна, и в ней есть значительное количество неточностей, но это единственная настолько крупная работа по этому сражению. Второй источник – книга Джорджа МакГарридла «Боевые операции в наступлении» с соктября 1966 по октябрь 1967. Третий – это отчет о боевых действиях во время операции Эттлборо 25-й пехотной дивизии. Четвертый – отчет об операции, законченной ВВС в апреле 1967 года, в рамках исследовательской программы CHECO – аббревиатура, которую можно расшифровать как «Современная историческая эволюция боевых операций». Также использованы несколько интервью, интернет-статьи, вырезки из газет, наградные листы и некрологии. Полный список будет в описании. Кроме этого, для повышения градуса историзма, я постараюсь теперь размещать в видео ссылки на конкретные места в источниках по каждому эпизоду. На этапе, который нас интересует, с американской стороны в операции участвовала 196-я пехотная бригада в составе 2-го батальона 1-го пехотного полка, 3-го батальона 21-го пехотного полка и 4-го батальона 31-го пехотного полка, а также временно приданного бригаде 1-го и 2-го батальона 27-го пехотного полка из 25-й пехотной дивизии. Это те самые ребята, которые и дали название видео, поэтому начнем знакомство с частями, участвовавшими в сражении, с них. 27-й пехотный полк был создан в 1901 году для участия в Американо-Филипинской войне. В 1918-м участвовал в американской миссии в Сибирь для поддержки белой армии. Впрочем, значительной помощи белым американцы не оказали, ограничившись охраной железных дорог и эвакуировали миссию в 1920-м. Успев, правда, там поучаствовать в так называемом инциденте на станции Евгенивка, очередном обострении японо-американских отношений, который чуть не дошел до боя между японской императорской армией и американцами. Там же, в Сибири, полк получил свой никнейм – Волкодавы. Уже после возвращения на родину у них появился и маскот – русская борзая по имени Колчак, названная, как можем догадаться, в честь адмирала Колчака. Причем эта традиция сохраняется до сего дня, и на момент записи видео в полку служит Колчак-17, и у него есть даже собственный аккаунт в Инстаграме. Вторую мировую войну полк встретил на Гавайях и поучаствовал в битве за Гуатканал, кампании на островах Нью-Джорджии, битве за Лусон и последующей оккупации Японии. Именно в этом полку служил Джонс Рамон Джеймс, описав свой опыт в двух романах «Отсюда и до бесконечности» и «Тонкая красная линия», принявших ему мировую славу. Экранизация первого в 1954-м получила сразу 8 Оскаров. Второй был экранизирован дважды, и возможно многие видели последнюю из экранизаций 1998 года. В Корейской войне полк засветился практически с самого начала американской интервенции, и отличился во время операции «Тандерболк», когда капитан Юис Миллетт повел свою ротту в атаку на высоту 180 близ Ань-Яня, что стало последней крупной штуковой атакой в американской истории. На захваченные позиции американцы насчитали более 50 мертвых солдат противника, 20 из которых были заколоты в бою. Во Вьетнамской войне полк участвовал с января 1966-го и побывал во многих боестолкновениях различного масштаба и интенсивности. Майкл Викон, бывший командиром ротты 27-го полка в 1968 году, издал в 2020 году книгу «Сыны Колчака», и хотя она не имеет отношения к операции «Этлборо» и посвящена действиям батальона во время ТЭЦского наступления, именно ее название я украду, точнее позаимствую, для этого видео. Пройдемся по остальным подразделениям. Первый пехотный, как можно легко догадаться, не ведет свою историю от первого пехотного полка, организованного после американской революции, так как тот стал третьим пехотным, а происходит от второго пехотного, который только затем был переименован в первый. Полка участвовал в северо-западной индийской войне и был практически полностью уничтожен в битве на реке Уабаш, самой крупной победе индейцев за всю историю США. Затем участвовал в войне от 1812 года, американо-мексиканской войне, гражданской войне в США, американо-испанской и американо-филиппинских войнах. Первую мировую полк спокойно переждал США, а во вторую поучаствовал в новоглимейской кампании и освобождении Филиппин. С 1966-го полк находился во Вьетнаме. 21-й пехотный происходит от 12-го пехотного и был выделен из состава последнего в ходе гражданской войны в США, который был несколько раз почти полностью уничтожен. Затем, как и первый, участвовал в американо-испанской и американо-филиппинской войнах, а также, как и первый, спокойно переждал Первую мировую, а во вторую, вместе с первым, участвовал в новоглимейской кампании и освобождении Филиппин. Полк стал первым американским подразделением, встретившимся с врагом во время Корейской войны. Во Вьетнаме полк воевал с августа 1966-го. 31-й пехотный был создан на Филиппинах в 1916-е, успел поучаствовать в интервенции в Россию, а во время Второй мировой войны был в числе сдавшихся японцам американских частей на Филиппинах. Перед сдачей американцы спрятали флаг полка в серебряную чашу на острове Корехадор и смогли отыскать его в 1945-м. Во время Корейской войны в ноябре 1950-го полк был окружен на реке Йоуцзиан и с большими потерями смог пробиться к своим. Во Вьетнамской войне полк участвовал с весны 1966-го. 196-й бригадой в этой операции командовал бригадный генерал Эдвард де Сассер, артиллерист, человек, имевший очень ограниченный опыт в руководстве пехоты. Именно его действия на этапе планирования создадут затем у американцев значительные проблемы. Кроме этих частей, на стороне американцев в сражении принимала участие мобильная ударная группа «Майк Форбс» специального проекта армии США по формированию местных частей из национальных меньшинств. В этой программе участвовали представители разных народов банары, зярай, хмонги, кхмеры, но конкретно в операции Этлбору участвовало подразделение, сформированное из мунгов, этнического меньшинства, проживающего во Вьетнаме и южной части Китая. Из-за их китайского происхождения их роты именовались «Чайна Бой», что можно перевести как «Китайские парни». В каждой роте было несколько американцев из числа «зеленых беретов». Пехотинцам в этой операции противостояли части 9-й пехотной дивизии под командованием старшего полковника Хуанга Кама. Я уже рассказывал об этой дивизии в видео о битве при Онг Тхане. Именно 271-й полк этой дивизии осуществил тогда засаду на части 1-й пехотной. Теперь, когда мы познакомились с подразделениями, участвовавшими в сражении, рассмотрим, что же из себя вообще представляла операция «Этлборо». Это была классическая для того времени операция «Найти и уничтожить», позже разросшаяся до не совсем обычных масштабов. Изначально ее цель состояла в обнаружении уничтожения противника к северо-западу от Сайгона в районах вокруг города Тэйнии в одноименной провинции, а также прилегающей к ней части провинции Бин Дуанг. Это была местность между двумя укрепленными районами Вьетконга так называемой «Боевой зоной Си» на северо-западе близ границы с Камбоджией и района, прозванного «Железным треугольником» бывшим опорным пунктом Вьетминии еще со времен Первой Индо-Китайской войны. Условно, сама операция разделяется на четыре фазы. Первая с 14 сентября по 31 октября это прочесывание местности вокруг Тэйнии. Американцы исследовали район, уничтожали склады Вьетконга, спорадически вступали в перестрелки с небольшими группами противников. Вторая фаза с 31 октября по 5 ноября массированная контратака коммунистов по всей зоне операции со встречными столкновениями и вертолетными десантами. Третья фаза с 5 до 10 ноября атака американцев с привлечением свежих частей. Четвертая с 10 по 25 ноября отступление вьетнамцев и попытки американцев уничтожить отходящие части. Что интересно, примерно в то же время, когда американцы начали операцию Этлбору, вьетнамцы готовили свою наступательную операцию в этом районе. По плану, 3 ноября они планировали атаковать лагерь в Тайнине Запад, где располагался штаб 196 пехотный, город Сойкао и лагерь специальных сил Сойда. Операция Этлбору заставила коммунистов изменить планы, однако накопленные для этих планов ресурсы были использованы и поставили американцев на грань поражения 4 ноября 66-го. 30 октября части 196-й бригады и 27-го полка достигли лесистой местности к северу-западу от Дау-Тьенга, которая скрывала основную базу 9-й пехотной дивизии, аккумулирующую силы для предстоящего ноябрьского наступления. Учитывая обстоятельства, командование коммунистов решило перенести удар с ранее намеченных целей на подразделение 196-й бригады и 27-го пехотного полка. До 3 ноября американцы, практически не встречая сопротивления, продвигались по южной кромке лесного массива. Им удалось обнаружить достаточно большое количество схронов коммунистов, причем объем найденного риса был такой, что пехотинцы не смогли эвакуировать его вертолетами и большую часть пришлось сжечь. Генерал Де Сесор не предполагал сильного сопротивления вьетнамцев и спланировал крупную операцию, чтобы одним ударом очистить местность, примыкающую с юга к шоссе 19, к северо-западу от Дау-Тьенга. Для этого Ротто Си 1.27, Ротто А, Б и Си 2.1, а также Ротто А4.31 должны были атаковать на север, выступив своего рода молотом, в то время как Ротто Би 1.27 и оставшиеся Ротто 4.31 должны были блокировать вдоль шоссе 19, возможное отступление вьетконговцев, выступая в роли наковальни. Проблема была в том, что молот был достаточно хлипкий, на брифинге перед операцией командир 1-го батальона 27-го полка майор Гай Меллой возражал против плана, указав, что фронт операции слишком широкий, и наступающие Ротто неминуемо окажутся в густом лесу отрезаны друг от друга, продвигаясь вперед по вьетнамским тропам, и что если в лесу есть значительные силы вьетконга, они смогут атаковать Ротто по отдельности, сосредоточив на конкретных участках значительные силы. Кроме того, разные батальоны со своими собственными командирами, даже под единым командованием ДССР, неминуемо будут иметь проблемы с коммуникацией, особенно учитывая лесистую местность, и невозможность со стопроцентной точностью определить положение войск. ДССР не принял возражений майора, предполагая, что если в лесу есть крупные силы вьетконга, они не решатся на открытое столкновение с силами американцев, как это было и раньше. Однако в этот раз вьетнамцы не намеревались отступать, а готовились дать бой, и пехотинцы были поданы им для этого наблюдечки. Как мы увидим в дальнейшем, ДССР фактически потеряет контроль над операцией, и его части будут биться изолированно друг от друга, а командовать разбросанными полюсу подразделениями придется майору Мэллоу. С утра 3 ноября рота Си 1-го батальона 27-го полка была десантирована на позицию на опушке лесного массива, ставшего ареной операции. Зона высадки была холодной. Командир роты капитан Фредерик Хендерсон, собрав своих людей двинулся вперед к джунглям, по затерянной в зарослях слоновой травы тропе, уходившие прямиком в лес. Пехотинцы продвинулись немного вперед, и Хендерсон приказал Рокки остановиться, отправил фронтом вдоль терапы передовые дозоры, чтобы обезопасить свои фланги при дальнейшем наступлении. Американцы приблизились к опушке, когда воздух взорвался первыми выстрелами винтовок. Капитан Хендерсон связался с Мэллэем и передал, мы под легким снайперским огнем. В это же время лейтенант Крум, артиллерийский наблюдатель, находившийся в передовых порядках роты Си, сообщил по радио, мы под тяжелым вражеским огнем. Фактически, без вуэреров доклад своего командира, за что был отчитан. Когда спустя несколько секунд он спросил, вызвать ли артиллерию, Хендерсон ответил, это легкие контакты, Ротто может справиться с ним сама. Таким образом, арт-огонь не был вызван в самый подходящий момент, когда вьетнамцы перебрасывали свои силы к первой линии обороны. Коммунисты обстреливали дозорных, плотность их огня быстро возрастала. В первые же минуты боя был смертельно ранен капрал Эдгар Бизли. Потери американцев росли. Командир 4-го взвода лейтенант Перкинс попытался поднять своих людей в атаку, однако был мгновенно убит. Капитан Хендерсон попытался отвести свою роту, для начала оттащив от передовой раненых. Он тащил одного из них сам, когда был тяжело ранен в корпус. РТО капитана отыскал командира 2-го взвода лейтенанта Билли Пауэрса и сообщил ему, сэр, вы командуете ротой. Пауэрс немедленно приказал Круму вызвать всю доступность артиллерию, однако вьетнамцы уже были слишком близко к американцам. На позиции РОТТС еще более увеличилось количество раненых, причем некоторые, в том числе и капитан Хендерсон, находились в критическом состоянии. Был ранен ротный сержант, ветеран Второй мировой корейских войн Сэм Соломон. Несмотря на плотный вражеский огонь, Мэлой, находившийся в штабном гордолете над сражением, запросил мед и ваг для своих людей. Вьетнамцы вели огонь в основном с земли, не используя трассеров. Через заросли сановой таравы было практически невозможно определить положение их пулеметных точек. Американцы отвечали, рассыпавшись по складкам местности, укрываясь за стволами немногочисленных деревьев на опушке. Мэлой принял решение десантироваться на позиции своей роты. Зона высадки к тому времени находилась под плотным вражеским огнем, и майору пришлось буквально выпрыгивать из вертолета с высоты полутора метров, когда машина на миг зависла над подходящим участком местности. Вместе с ним с вертолета десантировались два радиооператора, артиллерийский наводчик и сержант-майор батальона. Причем сержант-майор во время прыжка находясь в воздухе был ранен в ногу. Прибыв на позиции роты, майор увидел умирающего капитана Хендерсона и повторно запросил Медевард. Кроме того, Мэлой принял решение перебросить роту Эй своего батальона на помощь Ротти Чарли. С ним также связался генерал Десесер и спросил, нужны ли ему дополнительные силы на земле. Ответ, разумеется, мог быть только положительным, и генерал приказал Ротти Си третьего батальона 21-го пехотного полка, находящийся в то время в Тайнине, совершить вертолетный десант для усиления позиции Мэлой. Через два часа после ранения Хендерсона на позицию прибыл санитарный Хьюи. Вертолет стал снижаться на высоте около 4-х метров, был сбит точным вьетнамским вьетнамским огнем со стороны леса. Машина рухнула вниз. Экипаж сумел выбраться, но ни о каком обратном рейсе не могло быть и речи. Как раз в это время пехотинцы подтащили к месту эвакуации раненого Хендерсона. Когда пилоты сообщили бойцам о невозможности поднять машину, Бывшее сознание Хендерсон попытался пристать, однако уже через миг упал на понче мертвого. Тем, кто наблюдал за этим, показалось, будто как только умерла надежда, умер и капитан. Вскоре скончался и ротный сержант Сэм Соломон. Лесным временем пара за парой атаковали сейбры, используя напалмы и 150-фунтовые бомбы. Однако из-за близости вьетнамцев к американским позициям, большого эффекта и непосредственно на плотность огня противника это не оказало. В районе часа Ротта А 1-го батальона 27-го полка была высажена на помощь Рот ТС. В избежании ситуации с Медеваком помощь была высажена достаточно далеко от места боя, и пехотинцы около 3-х часов добирались до своих товарищей. Малый заменил потрепанную Ротту С на свежие силы Ротта А и перекинул бойцов Ротты Чарли на левый фланг, где плотность вражеского огня была меньше. Однако усталость и близкое наступление сумерек не позволило американцам атаковать. Кроме этого, к позициям Милой добралась и переданная ему ранее Ротта С 3-го батальона 21-го полка. В сумерках группе Милая попытались пробиться Ротты Би и С 2-го батальона 1-го полка, причем Ротты Би это сделать удалось, а Ротта С попала под мощный огонь вьетнамцев, была отброшена и ей пришлось добираться до позиции основных сил кружным путем. Впрочем, об движении 2-го батальона 1-го пехотного в течение 3-го ноября стоит сказать отдельно. Батальон под командованием подполковника Эдварда Видла получил задачу выдвигаться к Даотьенгу 3-го ноября. Приказ не подразумевал ничего необычного. Еще один день под палящим солнцем в поисках с кронах риса. Судя по тому, как были раскинуты смежные подразделения, было ясно, что никакого крупного бой столкновения ждать не приходится. Батальон был переброшен к лесу и начал движение на запад, в казавшейся рутинной операцией. Первый из джунглей выдвинулся Ротта Браво под командованием капитана Джозефа Цубеки. Возглавлял продвижение 2-й взвод под командованием лейтенанта Дейла Перкинса. Головной дозор которого вскоре натолкнулся на тропу в джунгле, по которой стал быстро продвигаться. Тропа вскоре разветвилась на две, одна уходила налево, практически параллельно линии джунглей, вторая шла вглубь. Так как направление влево являлось второстепенным, Перкинс отправил одно из своих отделений по нему для того, чтобы обезопасить фланг Ротты, а сам с остальной частью взвода направился вглубь леса. Вскоре передовой дозор достиг развилки и этой тропы. У большого дерева, плотно переплетенного лианами, путь вновь разделялся. Передовой дозор американцев повернул направо, продвинувшись вперед примерно на 70 метров. Командная группа взвода тем временем достигла развилки, остановившись уже названного дерева для связи с командованием Ротта. Как только пехотинцы сгрудились около дерева, мощный взрыв потряс окрестности. Сразу несколько хорошо замаскированных на стволе клейморов взорвались, буквально покромсав на куске американцев. Тело стоящего ближе всех к дереву специалиста Рональда Хессона было разорвано в клочья. Рядом, сжимая в руках посеченную осколками М16, лежал мертвым специалист Мэрион Клин. Лейтенант Перкинс с развороченной грудью упал рядом со своим РТО, раненым в обе ноги. Тут же лежал смертельно раненый в голову штаб-сержант Кассиди. Лейтенант Перкинс умрет от ран во время эвакуации, как и специалисты Фобл и Лоулес, а также рядовые Фуллер и Джонсон. Всего от взрыва пострадало 18 человек, 8 из которых погибли. Было очевидно, что удачно спрятанные мины были приведены в действие вручную. Вьетконгасы были рядом. Для прикрытия эвакуации раненых и убитых, шедший сразу за вторым взводом, первый взвод лейтенанта Милза выдвинулся к месту подрыва. После эвакуации раненых, второй взвод получил нового командира, лейтенанта Чарльза Драма, и совместно со взводом Милза продолжил движение к позициям волкодавов. Примерно в это же время третий взвод Ротто Браво, продвигаясь вдоль кромки леса, обнаружил разветвленную сеть окопов, двигаясь по которым попал под огонь снайпером, а вскоре был атакован вражескими гранатометчиками. Потеряв 5 человек ранеными американцы отошли и вызвали авиаудар, после которого вновь двинулись вперед, обнаружив окровавленные бинты и следы, но никаких тел. Ротто Си, под командованием капитана Джеймса Томпсона, тем временем продвигалась параллельно Ротти Бе во главе со своим первым взводом, который, вскоре выдвинувшись на небольшую поляну в джунглях, попал под плотный огонь вьетнамцев. При помощи подошедших остальных сил ротто, американцам удалось отбросить ядконговцев, потеряв несколько человек ранеными. В это же время генерал Сесуэр приказал подполковнику Уэдлу выдвинуться со своей роттой А вдоль леса к 4 батальону 31 пехотного полка под командованием подполковника Хью Линча. Достигнув дружественных частей Уэдл по приказу Десесера передал под командование Линча свою ротту. Сложилась парадоксальная ситуация. Пока ротты Бе и Си 2 батальона 1 полка продвигались без своего командира к частям 27 полка, их командир, сдав свою ротту А 31 пехотному полку, оказался командиром батальона без, собственно говоря, батальона. Под вечер ротты Бе и Си получили приказ самостоятельно пробиваться к частям МОЭ. Ротте Бе удалось это сделать еще до темноты, а вот ротте капитана Томпсона так не повезло. Не успев добраться до своих засветл, они продвигались вперед колонной. Первый взвод командная группа, потом четвертый и третий. В густых сумерках фланги первого взвода взорвались кинжальным огнем вражеского пулемета. Командир первого взвода сержант Эдвард Мэрид был убит первым. Смертельно ранен был рядовой Джарель Бодоро. Под огнем пулемета без управления колонна первого взвода распалась. Кто-то из бойцов попытался вернуться назад, кто-то залег на тропе не двигаясь. В начале колонны был полный хаос. Специалист Барри Вуд с первого взвода добрался до позиции, находящейся в центре колонны четвертого взвода и попросил помощи. Четверо добровольцев специалисты Роберт Гартс и Дональд Кун, рядовые Виктор Макфучи и Роберт Донателло бросились с ним на помощь товарищам. Двигаясь почти на ощупь, стреляя по неясным силуэтам и сполохам, они смогли на время подавить вражеский пулемет и еще несколько огневых точек. Их контратака позволила реорганизоваться первому взводу и отступить, вытащив всех своих раненых и убитых, за исключением командира. Во тьме ночи искать белых намного проще, чем черных. Оценив обстановку и поняв, что не сможет в темноте пробиться к Малою, Томпсон повел свою роту прочь в зоне высадки. Они добрались до позиции 27-го полка лишь поздно ночью, двигаясь кружным маршрутом по опуске леса. Ночью вьетнамцы несколько раз атаковали роты Браво, обстреливая их в том числе из трофейных гранатометов М-79. В этот же день рота Браво 1-го батальона 27-го полка продвигалась по северной границе леса. Командир роты капитан Гарретт, услышав по радио о тяжелом бое, в который вступил его батальон, предполагал, что ему будет приказано атаковать на юг, чтобы выйти в тыл 15-го. Рота остановилась для пополнения амуниции, когда, связавшись с капитаном, генерал Десесовер, приказал ему двигаться на восток, на соединение с 4-м батальоном 31-го полка. Гарретт ответил на это, «Сэр, это мой батальон находится в бою, а не 4-31, мы должны помочь своим». Связь оборвалась, однако, после пополнения припасов, генерал вновь связался с капитаном и повторно приказал ему двигаться на восток. И хотя Гарретт в течение 10-ти минут пытался убедить Десесовера отправить свою роту на юг, в конечном результате он был вынужден подчиниться прямому приказу и направился на соединение с 4-31. Майк Форс были высажены утром 3-го ноября примерно в 8-ми километрах севернее расположение частей 27-го полка над шоссе 12. Рота 1 была высажена южнее, ближе к шоссе, рота 3 севернее, на другой стороне лесного массива, скрывавшего базу врага. Продвигаясь по кромке леса они обнаружили туннели и бункеры, а вскоре были атакованы примерно ротой коммунистов. С помощью авиаударов Нунгам удалось отбросить северо-гейтнамцев, потеряв из шестерых своих ранеными, одним из которых был сержант Джеймс Менаха. Американцы запросили медваг для раненых. Как это часто было принято во Вьетнаме, когда не было специально выделенных для эвакуации вертолетов, в зоне высадки перенаправлялся ближайший пустой вертолет, бывший в воздухе с достаточным количеством топлива. В этот раз такой вертолет выполнял рейс в Сой-ДА. Попутчиком на нем был сержант Уильям Хан из другой группы сил специального назначения, он возвращался в лагерь из побывки в Гонконге. Как вспоминал позже сержант Менаха, когда мы загрузились, пилот сказал нам, что вертолет перегружен. Я стал выбираться назад, когда Хант остановил меня и сказал, что займет мое место. Я отдал ему свое амуницио. Моя винтовка была повреждена, и он взял карабин одного из раненых нунгар. Он попросил присмотреть за подарками, которые он вез в семье из Гонконга. Это был последний раз, когда я его видел. Продвигаясь по кромке леса, ближе к вечеру, Майк Форс были еще раз атакованы примерно взводом противника. Однако быстро отбили атаку, потеряв еще одного из прикомандированных американцев раненым. Ночью, 4 ноября, вьетнамцы организовали мощный минометный обстрел американских позиций в Теннине. Потери Джи Айтс оставили двух человек убитыми и 46 ранеными. С утра Малой планировал атаковать тремя ротами, своими Альтс и Чарли, а также приданные ротой Си 21-го полка на север. Две роты 1-го полка должны были вернуться и атаковать врага примерно по следам своей вчерашней атаки. Основная роль в атаке выпала ротя 1-го батальона 27-го полка под командованием капитана Ричарда Кола. Передовой дозор роты под командованием сержанта Родригеса медленно продвигался вперед. Специалист Ронни Бейли замер, увидев перед собой странную складку местности. Присмотревшись, он осознал, что это длинная вытянутая тараше с заточенными бамбуковыми палками, перекрытая тонким слоем упавшей листвы, так называемая панджа-ловушка, излюбленная вьетнамцами. Он успел окрикнуть Родригеса и тот, продвигавшийся параллельно Бейли, успел затормозить буквально в паре шагов от капкана. Дозор остановился около ловушки. В пару секунд все было тихо, а затем воздух взорвался огнем двух пулеметов, нескольких калашников и разрывами гранаты за ручного гранатомета М-79. Рядовой первого класса Брюс Кернелл упал замертво в двух шагах от Бейли. Вьетнамцы попытались уничтожить передовой дозор, однако американцы залегли, отвечая коммунистам огнем. В перестрелку вскоре втянулся весь первый взвод лейтенанта Рональда Бентона. Американцы попали под сильный минометный огонь. Одна из мины разорвалась на командном пункте батальона. Малый был ранен осколком в правый локоть, ранены были практически все солдаты и офицеры, находившиеся рядом с ним. Не имея резервов, майор развернул две роты 2-го батальона 1-го полка для усиления своих позиций. Интенсивность боя, в который был втянут первый взвод РОТ-А стремительно увеличивалась. Вьетнамцы стреляли из бункеров и с деревьев, американцы отвечали массированным огнем и вскоре стали ощущать недостаток боеприпасов. В районе 14.00 на весь взвод осталось не более 500 патронов, то есть порядка обоимы на человека. Пехотинцы под цепи кричали об иссякающих припасах. Взводный сержант Мур передал об этом командиру роты и дополнительная амуниция была отправлена. Однако прежде, чем она успела добраться до Волкодау, вьетнамцы начали контратаку. Услышали ли они возгласы солдата о недостатке боеприпасов или момент просто совпал, однако вражеский удар застал американцев по расколу. Порядка взвода вьетнамцев атаковали практически в стиле бонзай, массово бросившись на пехотинцев. И будь атака на пять минут позже, когда у американцев совсем не осталось патронов, вьетконговцы могли бы полностью уничтожить взвод Бентона. Однако они поторопились и волкодавам удалось расстрелять атакующих в плотном строю коммунистов. Примерно на час боя наступило затишье. Американцы получили патроны. Вьетнамцы еще пару раз попытались атаковать позицию взвода, однако всякие раз были отбиты. Во время последней вьетнамской атаки рядом с сержантом Муром лежал рядовой Рассел Энгс, сын богатых родителей из Нью-Йорка. Он был коллекционером оружия и, по мнению многих, в роте не вышел из детского возраста, мечтая о подвигах и славе. Паре вьетнамцев удалось пробраться за повальное дерево, из-за которого они начали поливать пехотинцев огнем. Не имея иной возможности их уничтожить, Энгс вскочил на ноги и побежал прямо на их позицию. Через секунду пуля из Калашникова пробила его правое плечо, другая разворотила М-16 и, срикошетив осколками, в лицо сбила с ног. Сержант Мур был уверен, что Энгс мертв, однако тот, отбросив бесполезную винтовку, выхватил личный браунинг и, перескочив через дерево, расстрелял обоих коммунистов. Рядовой вернулся к Муру и, когда тут позвал медиков, чтобы оттащить его в тыл, отказавшись от их услуг, самостоятельно направился на сортировочный пункт. Энгс будет награжден серебряной звездой, продолжит службу и будет убит 9 мая 1968 года. Наступал вечер, и хотя Ротиане удалось сильно продвинуться вперед, она смогла устоять под атаками вьетнамцев, которые оставили сегодня на поле боя порядка 110 человек. Раненный днем майор Мелуи остался в строю и продолжал руководить сражением, однако, когда в середине дня он получил информацию о том, что в помощь ему будет высажен 2-й батальон 27-го пехотного полка во главе с подполковником Барна, он предполагал, что сдаст тому командование и отправится в госпиталь. Ситуация, однако, обернулась иначе. Во-первых, высажена была лишь Ротта Си 2-го батальона с командной группой подполковника Барна. Мелой об этом не знал, так как из-за путаного радиообмена он сделал вывод, что высажен целиком батальон. Причем эта ошибка станет для него ясна лишь вечером, когда под его командование поступит Ротта А 2-го батальона. Во-вторых, Ротта Си была легко нагружена по стандартам вьетнамской войны. Каждый солдат имел 140 патронов КАМ-16 с четырьмя гранатами и двумя думовыми шашками. Гранатометчики несли по 40 зарядов к М-79. Кроме этого, каждый взвод имел 1000 патронов КАМ-60 и четыре мины клейма. В целом, это была нагрузка для подразделения неожидавшего тяжелого боя. В-третьих, место высадки Ротта находилось в стороне от места сражения, и Ротте надо было добраться до позиции группы Мелая через густые джунгли. Как мы увидим, в дальнейшем сделать им этого не удалось, и Ротте оказалась в окружении под угрозой полного уничтожения. В начале ничего не предвещало беды. Зона высадки Ротте была практически холодной, кроме нескольких выстрелов вьетнамских дозорных, никакого реального сопротивления оказано не было. Американцы начали продвигаться в сторону основных частей 1-го батальона 27-го полка, однако примерно в 150 метрах от зоны высадки попали под вражеский огонь. Ротте продвигалась дальше, вскоре натолкнувшись на сразу 6 костров по холодной кухне вьетнанцев. Над еще горящим пламенем висели котелки с рисом. Вокруг были вырыты окопы, американцы также обнаружили склад риса и американских же сухпайков. Стало ясно, что Ротте Си натолкнулась на вражеский лагерь. Командир Ротте капитан Карриер, оценив обстановку и поняв, что его солдаты фактически десантированы в центре лагеря крупного подразделения северо-вьетнамской армии, выдвинул вперед свой второй взвод и приказал, не обращая внимания на вражескую амуницию, продвигаться на соединение с силами 1-го батальона. Пехотецы слышали впереди звуки вьетнамских пулеметов, обстреливающих 1-й батальон и ответный огонь своих товарищей. Второй взвод вышел на большую поляну, отделявшую их от леса, за которым вел бой 1-й батальон. И хотя американцы находились совсем недалеко от основных сил Меллоя, добраться до них им было не суждено. На открытом месте взвод попал под огонь двух пулеметов, к которым потом присоединилось несколько калашников. Пехотецы были мгновенно прижаты к земле. Капитан Карриер выдвинулся вперед, чтобы лично оценить обстановку. Остается непонятным мотив дальнейших действий капитана. Недооценил ли он силы вьетнамцев или наоборот прекрасно понял, что если его роте не удастся прорваться к остальным частям, она может быть полностью уничтожена превосходящим противником. Как бы то ни было, он попытался поднять свою роту в атаку и взять вражескую позицию. Для этого он приподнялся, показывая пример своей роте. Сержант второго взвода Джеймс Кайлс попытался остановить своего командира. «Капитана, ради бога, не двигайтесь, здесь слишком плотный огонь!» Каррер не ответил. Попытался остановить его и сержант Флора Ривера. «Сэр, мы просто не сможем это сделать!» Каррер поднялся в полный рост, и его мгновенно прошила пулеметную очередь, с головы до низа живота. Он упал назад, на руки Ривера, уже мертвым. В книге маршала указано, что дальше погиб Ривера, однако это ошибка, так как сержант не погиб и в дальнейшем командовал подразделением туннельных крыс в 25-й пехотной дивизии. Лейтенант Брюс МакДугал, собрав несколько человек, выдвинулся вперед с огнеметом, в надежде добраться до позиции вражеских пулеметов и сжечь их. Тем временем, командир батальона Уильям Барретт, фактически приняв командование ротой, также выдвинулся к группе МакДугала. Он добрался до залегших американцев, которые следили через густую растительницу за двумя вьетнамцами, одетыми в американскую форму. Барретт попросил у одного из солдат М-79 и с первого же выстрела попал в одного из вьетнамцев, которого буквально разорвало. Это воодушевило Барретт, и он поднялся на ноги, призывая к этому же роту Чарли. Подполковник сделал несколько шагов и был срезан пулеметной очередью. Вместе со своим РТО сержантом Ховардом Баркером. За каких-то полчаса на глазах лейтенанта МакДугала погибли командир его роты и командир батальона. Ротта перешла под его командованием. Мэлэй понял, что отсеченная рота Си является легкой добычей, и приказала роте капитана Гаррета и своего батальона продвигаться на помощь ей. Ротта Си получила информацию, что рота Гаррета приближается к ним с северо-запада и находится примерно в 50 метрах от их позиции. Это также была ошибка рота Гаррета, но не варьировала в более чем двух километров от ней. МакДугал приказал своим людям медленно отступать. Вьетнамцы несколько раз атаковали роту, однако были отброшены. В какой-то момент МакДугал приказал отставить огонь, так как огневой мощи, чтобы подавить вражеские бункеры у американцев не хватало, и они лишь выдавали себя своим огнем высокой тарове. В бое наступило затишье. А дальше произошел один из самых странных эпизодов за всю операцию. Из леса за вьетнамскими позициями выбежал американский солдат, которого никто из роты Чарли не знал, и побежал прямо на позицию пехотинца. Никто из американцев, подчиняясь приказу, не стрелял. Не стреляли и вьетконгасцы, что было совсем непонятно. Возможно, они приняли американцев за одного из своих, направлявшегося в самоубийственную бонзай-атаку. Солдат, добежавший до позиции роты Чарли, оказался Майком Валеско, РТО роты А 1-го батальона 27-го полка. Прикомандированный к медику из другого полка, он потерялся в лесу около часа назад и выбрался на звуки боя от позиции роты Чарли. Американцы отступили от позиции пулеметов недалеко, когда их тыловое охранение было атаковано врагом. Пехотинцам удалось отбить атаку, потеряв несколько человек ранеными. Фактически, это означало, что они отсечены от зоны высадки и окружены. В районе 19.00 МакДугал приказал лейтенанту Адамсу попытаться найти путь к основным силам Малое. Адамс, взяв с собой несколько человек, направился к вражеской позиции. Точный состав этой группы не представляется возможным уточнить, так как некоторые солдаты из роты Чарли до сих пор числятся пропавшими без вести, и на каком именно этапе боя они исчезли неизвестно. Тело самого Адамса позже было обнаружено. По-видимому, его группа была полностью уничтожена. Оставшиеся бойцы роты Чарли заняли круговую оборону, наскоро оборудовав ночную позицию. Несмотря на вражескую стрельбу и атаки небольшими группами, ночь для американцев прошла относительно спокойно, за исключением убитого снайпера, рядового фонтанеза из третьего взвода. Деморализованной гибелью командования, большими потерями и ощущением того, что они отрезаны, рота представляла собой удобную цель для вьетнанцев. Однако, то, что хорошо понятно нам сейчас, конечно, не было известно у японговцев, и они не решились на мощную ночную атаку отрезанные роты. Что интересно, большую часть времени на связи с Меллэмбл, РТО командира батальона, специалист Уильям Уэллс. Лейтенант МакДугал же руководил непосредственно обороной. Это привело к тому, что командование посчитало, что МакДугал потерял управление ротой. После боя лейтенант был отстранен от командования, а пресса сделала и специалисту Уэллса героя, возглавившего разгромленный батальон, за что он был награжден третьей по значимости наградой в армии США серебряной звездой. А в номере от 29 ноября 1966 года ежедневной армейской газеты Stars and Stripes звезды и полосы. Вышла большая заметка о нем. Позже, когда расследование показалось, что лейтенант МакДугал не утратил командование, он был восстановлен в должности командира роты и также награжден серебряной звездой. Тяжелый бой в течение 4 и 5 ноября предстоял и Мунгам из Майкфорс. Утром первая рота попала на минное поле, потеряв одного бойца убитым и двоих раненными. Вызванный Меды Ваг был сбит зенитным огнем, один из членов экипажа погиб. Вторая рота организовала оборону места падения и эвакуацию раненых. Но основные испытания выпали на долю третьей роты. В 14.45 они начали продвигаться вглубь леса, где атаковали вражескую базу, туннели и бункеры обнаруженные вчера. Однако были отброшены массированным вражеским огнем и отошли на север для ожидания авиаудара по обнаруженному противнику. После авиаудара в 16.30 они продолжили продвигаться на запад, на этот раз северняя позиция авиаудара, не встречая сильного сопротивления. В 18.00 рота остановилась для оборудования ночной оборонительной позиции. Одиночный Хьюи пополнил припасы нунгов и забрал раненых. В 18.30 на роту обрушилась атака двух рот вьетнанцев. В первые же минуты боя был убит сержант Джеймс Финн, старший из прикомандированных к роте американцев. и командир первого взвода Ханг Пак. В роте осталось двое американцев сержант Джордж Хипс и уже упомянутый но сержант Уильям Ханг. Командир роты пропал, возможно просто сбежав. Командование принял его заместитель Данг Куанг Динг. Группа из примерно 15 вьетнанцев став полный рост пыталась использовать неразберюху первых секунд боя, чтобы добраться до позиции нунгов. Однако была скошена пулеметным огнем. Следующая волна из примерно 40 коммунистов действовала более осторожно, продвигаясь вперед используя складки местности. Третья рота находилась под постоянным огнем нескольких минометов и как минимум двух пулеметов. Американцы вызвали мощный авиаудар по окружающим джунглям. На вьетнанцев обрушились 250, 500 и 1000 фунтовые бомбы, напалм, кластерные бомбы и огонь ганшипов. Однако основные силы противника уже сблизились с нунгами. Примерно до 9.00 нунгам удавалось удерживать зону посадки хьюи целиком, однако затем они были выбиты с позиции на севере, укрепившись на южной стороне зоны посадки. Командир Майк Форс, капитан Томас Майерчин из лагеря Суайда был на связи с сержантом Хипсом. Он спросил Хипса, сможет ли тот разорвать контакт, на что получил ответ, что отойти с таким количеством раненых не представляется возможным. Майерчин попытался направить на помощь третьей роте остальные части Майк Форс, находящиеся примерно в двух километрах, однако преодолеть это расстояние по ночным джунглям не представлялось возможным. Капитан запрыгнул в вертолет и стал кружить над полем боя. Около двух тридцати ночи Майерчин получил от Хипса сообщение, что вьетнамцы прекратили огонь, однако нунги слышат, как противник выполняет перегруппировку. Командир Майк Форс направил свой вертолет на базу Лайкхея к единственному человеку, который, как он думал, может помочь его людям. В видео про засаду при Онгтхане я рассказывал о генерале Хея, не самом толковом командире первой пехотной дивизии, получившим за тот бой незаслуженную награду. Его часто сравнивали с прошлым командиром, возглавлявшим дивизию, в том числе и во время операции Этлборо, генералом Де Пуи, и сравнение всегда было не в пользу Хея. Де Пуи был прирожденным тактиком и одним из лучших американских командиров Вьетнамской войны. Поступив в 1941 году в армию, он к 1944 году был лейтенантом 90-й пехотной дивизии, с которой прошел путь от Нормандии до Арден, причем к 24 годам командовал батальоном и получил звание майора. При этом он отличался очень крутым характером и абсолютной нетерпимостью к некомпетентности, поставив своеобразный рекорд по увольнениям, освободив от командования за время Вьетнамской войны 56 своих подчиненных. Генерал спал, когда прибыл Майор Чин, однако без всякого сожаления был разбужен своими адъютантами. Надо сказать, что никакого прямого отношения Майк Форс и Де Пуи не имели. Они просто действовали в районе смежном зоне действия первой пехоты. Однако генерал согласился с первыми лучами солнца вылететь к месту сражения. Тем временем Хив сообщил своему командиру по радио. Я уверен, мы будем атакованы на рассвете, но я думаю, мы сможем выдержать удар. Майор Чин к этому времени поднял по тревоге еще одну из род бывших его подчинений для прямого десанта утром на помощь осажденным. В 6.30 начало светать, а уже в 7.05 нунги заметили стремительно приближающихся в 19 в черной форме. Хивс прокричал по радио. Я под мощной атакой. Сила вражеского удара была ошеломляющей. Уже в 7.12 от Хивса поступило последнее сообщение. Мне нужны подкрепления. О боже, о боже, я должен получить подкрепление. Граната разорвалась на позиции сержанта, серьезно ранив его. Хант бросился к нему, оттащил в укрытие и занял его место у рации. Мэр, чем тем временем осознал, что рота, которая должна прийти на помощь нунгам, просто не сможет высадиться и будет уничтожена на посадочной площадке. Над полем бой тем временем появился вертолет генерала Депуи. Он связался с Хантом и тот, как мог, описал цариши на земле хаос. Закончил он свою вещь словами. Похоже, мы в центре вражеского полка. Через минуту радио захлебнулось и Депуи слышал слова Ханта. О боже, я ранен, я тяжело ранен, я умру. После этого радио замолчало. На генерала Депуи произвела большое впечатление гибель сержанта, с которым он говорил по рации. Именно тогда он принял решение вмешаться в операцию, хотя это была не его зона ответственности. Хант, однако, умер не сразу. Пуля попала в его правое плечо, прошла через легкое и засела где-то в спине. Он прислонился к дереву и сполз по стволу рядом с хипсом. Оборона нунгов к тому времени рухнула. Второй лейтенант, Дан Куанг, собрав остатки рот и повел ее на прорыв через заслоны вьетнамцев на востоке. В жестоком, иногда почти рукопашном бою бойцам удалось прорваться сквозь вражеские позиции. К 11.30 лейтенант довел 55 человек к остальным в ротам Майк Форс. Пытаясь уничтожить отступающих, вьетнамцы не прочесали поле битвы, проглядев раненых Хипса и Ханта, а также еще двоих легкораненых нунгов. Хипса привел в чувство Хант. Обсудив обстановку, они решили двигаться на восток, к остальным частям Майк Форс, по следам преследовавших их северо-вьетнамцев. Тяжело раненые, даже при помощи двоих нунгов, они ковыляли вперед, проходя за раз по 30-40 метров. В какой-то момент Хант остановился и сказал Хипсу, что не может сделать больше ни шагу. Бросьте меня, уходите. Хипс попытался отказаться, однако всем было ясно, что это единственный шанс для него. Один из нунгов согласился остаться с Хантом, а Хипс, опираясь на второго, продолжил свой путь. Через 150 метров нунг, оставшийся с Хантом, догнал их и сообщил, что сержант умер. Хипс вскоре потерял сознание, однако нунги смогли дотащить его до своих, и он был с первым же медлаком отправлен в госпиталь, все еще находясь без сознания. Тело Ханты никогда не было найдено, и он, несмотря на заявление видевшего его смерть Нулга, до сих пор чистится пропавшим без вести. Ночью, Малой попытался пробиться к отрезанной Ротти Чарли, силами Ротти Хи, 2-го батальона 1-го полка, однако эта атака была отбита вьетнамцами. После катастрофы, случившейся с нунгами, стало ясно, что в районе действуют значительные силы вьетконговцев. Генерал Де Пуи прибыл на позицию Малое Утро и спросил его, правда ли, что майор сейчас командует 8-ю Роттами. На этом Лой ответил, что в данный момент, учитывая группу Гаррета, которую он поставил задачу продвигаться к своим частям с севера, под его командованием находятся 11 Ротт, показав их положение на забрызганном собственной кровью планшете. Удивленный таким количеством сил, находившимся под командованием майора, Де Пуи спросил, когда он в последний раз общался с генералом СССР. На что Малое ответил, что в последний раз беседовал с ним по радио 48 часов назад, а лично видел его вечером 2 ноября в Даутьенге перед операцией. Сбешенный, Де Пуи вскочил в вертолет, прибыл в Даутьенг, где у него состоялся тяжелый разговор с Де СССР. Де Пуи не имел полномочий отстранить Де СССР от командования, однако тот вскоре был переведен на другую должность командующим американскими войсками во Вьетнаме генералом Уэстморландом. А с этого разговора руководство операции Этлбору взял на себя генерал Де Пуи. С утра 5 ноября свежеприбывшая ротта А 2-го батальона 27-го полка под командованием капитана Роберта Фулли получила задачу атаковать на запад позициям окруженной ротты Си из своего же батальона. Атаку американцы начали в 7 часов. Продвинувшись всего на несколько десятков метров вперед, они попали под плотный вражеский огонь, как пулеметный, так и снайперский с деревьев. Вьетконговцы активно применяли ручные гранаты. В первые же минуты боя рота потеряла трех человек убитыми, и была остановлена. Перегруппировав свои силы, капитан Фулли, высокий, за 2 метра ростом, уроженец Бостона, лично повел в атаку на позиции вьетнамцев два своих взвода. Густая растительность сильно мешала американцам, они натолкнулись на три бункера противника. Один за другим выбыли из строя двое РТО Фулли, которых он лично оттащил в безопасное место. А когда он вернулся на передовую, пулеметчик из его роты был ранен прямо у него на глазах. Фулли в бешенстве от гибели и ранения своих солдат взял М-60 раненого, встал в свой полный двухметровый рост, поливая огнем вражеские бункеры пошел прямо на ней. Огневая мощь М-60 решимость капитана сделали свое дело. Как вспоминал позже Фулли, подойдя к бункерам он осознал, что вьетнамцы внутри мертвы, а у его пулемета практически не осталось патронов. А он все-таки командир роты и должен управлять боем, а не атаковать в лоб вражеские позиции. Одним из бойцов РОТТА был рядовой первого класса Джон Бейкер. рядовой один за другим уничтожил шесть бункеров и десять солдат противника, вытащив при этом из-под огня несколько своих раненых товарищей. Однако действия отдельных бойцов РОТТА не могли переломить ход сражения. Катеряв 12 человек убитыми, пехотинцы не имели сил для дальнейшего прорыва к отрезанной РОТТИСи. Капитан Фулли и рядовой Бейкер были награждены высшей американской наградой, медалью за отвагу за этот бой. Интересно, что рост рядового Бейкера был совсем немного выше полутора метров, и на церемонии награждения 21 июня 1968 года он выглядел совсем карликом рядом со своим рослым капитаном. Президент Линдон Джонсон на награждении назвал их Мат и Джефф по образу героев популярного американского комикса 20 века. Вьетнамцы продолжали обстрел позиции Ротты Браво первопехотного, в том числе используя минометы. Командир первого взвода лейтенант Милс и его РТО были ранены, однако оба остались втрою. В этой же Ротте в и так потрепанном позавчера в результате подрыва втором взводе произошел еще один случай закончившийся гибелью солдата. Рядовой Альфред Севенский спросил лейтенанта Милса не видел ли он где-то на позиции его винтовки М14 брошенной в неразберихе вчерашнего боя. Милс ответил ему, что единственное М14, которое он видел лежит примерно в 20 метрах от окопов американцев, так что рядовому следует взять любую другую винтовку, которых на позиции Меллоя было множество. Не послушав лейтенанта, рядовой вскоре попытался добраться до своей винтовки и был убит. Хотя атака РОДТА 2-го батальона 27-го полка не достигла цели, она не дала вьетнамцам сосредоточить достаточно резервов для уничтожения окруженных. Вьетконгасы предприняли еще одну мощную атаку на позицию РОДТСи, однако их силы уже также были на пределе. Двухдневный бой истощил резервы, а прибывшие к американцам подкрепления и продвигавшиеся с севера к окруженным группа Гаррета не оставляла никаких надежд на успех дальнейшего боя. Вьетнамцы могли быть сами отрезаны и уничтожены. В связи с этим они начали стремительно отходить на север и северо-запад, а группа Гаррета, практически не встречая сопротивления, добралась во второй половине дня до РОДТСи. Состояние бойцов РОДТСи было ужасным. На позиции было много раненых и убитых. Рота была деморализована. Под вечер бойцы установили связь с основной группой МЭЛа. На позиции прибыл новый командир 2-го батальона 27-го пехотного, майор Генри Шелтон, заменивший убитого подполковника Баррета. Вьетнамцы покидали район операции. Туда прибывали дополнительные американские части. 6 ноября, почти не встречая сопротивления, Джоаи зачистили остатки оборонительных позиций коммунистов, собрав трупы всех своих погибших во время атак 4-го и 5-го ноября. Вьетнамцы заявили о 600 убитых американцев. На самом деле потери пехотниц были гораздо меньше, это также очень чувствительно для этого этапа войны. В течение трех дней Джоаи потеряли 60 убитых и 159 раненых. Потеря вьетнамцев точно установить не представляется возможным. По данным американцев, 25 ноября во всей операции Этлбору они потеряли более тысячи человек только убитыми. В следствии неудачного планирования операции 3-го и 5-го ноября, а затем и практически самоусторонения от командования генерала Десесору, американцы в течение этих дней оказались в крайне тяжелом положении и в какой-то момент были близки к потере целой роты. Непонятно, почему части во время сражения были подчинены Меллова, так как он не был старшим по званию всех командиров батальона, принимавших участие в операции. Видимо, Десесор действовал по старой американской поговорке «The horse that draw west is most white», что можно перевести на русский как «Кто везет, кого и погоняет». После 6-го ноября генерал Депуи масштабировал операцию, активно применяя новые части для атаки и преследования противника. Возможно, когда-нибудь я расскажу отдельно о следующей фазе операции Этлбору, однако само сражение при Даутенге было окончено. Если рассматривать операцию Этлбору в целом, то можно сказать, что начавшаяся как достаточно рутинная, она по воле случая сорвала планы Вьетконга по массированной атаке на объекты в провинции Тайнини и вылилось в крупное встречное столкновение, закончившееся благодаря превосходству в огневой мощи, победой американцев. Генерал Де Пуи умер в 1992 году, генерал Де Сессор в 2002, генерал Меллы в 2013, генерал-лейтенанту Роберту Фуллию, командовавшему обороты А 2-го батальона 27-го полка и получившему медаль за отвагу за этот бой. На момент записи этого видео 79 лет. В 1985 значительная часть местности, где происходили бои в ноябре 66-го, была затоплена в рамках строительства водохранилища Дау-Тьенг. И сейчас над местами ожесточенных боев и над могилами погибших солдат плещется вода. Такова была история сражения при Дау-Тьенге с 3-го по 5 ноября 1966 года. ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok